Средняя общеобразовательная школа номер 2 оказалась первой точкой маршрута. Сюда участники рабочей группы Думского комитета по образованию, науке, культуре и СМИ приехали не случайно. Уже около пяти лет здесь идет возведение пристройки. Процесс затянулся по вполне привычной причине недостатка финансирования. А пока 550 детей обучаются в школе, которая рассчитана на 400 человек. При этом начальные классы находятся в старом, деревянном здании. Новая пристройка сможет вместить около 600 школьников. Главная задача сейчас – возвести кровлю. Необходимые средства, а это 11,5 миллионов рублей, областной бюджет уже выделил. Самое главное, что пристройка к школе номер 2, там идут работы и кровля пристройки будет, как нас сегодня заверили, устроена в течение двух месяцев. Необходимое финансирование выделено и люди сегодня работают там. А это Клетнянская специализированная коррекционная школа-интернат. Сегодня здесь 66 воспитанников. Это дети из семи районов Брянской области. Дети разные, сложные детки, но здесь в основном диагноз легкая и умеренная умственная отсталость. Дети все с родителями, но в основном большая масса проживает от каникул до каникул. На каникулы, конечно, родители их забирают. Конечно, хочется получше финансирования на какие-то статьи. Техника у нас выходит уже так это из строя. Мы не можем себе это позволить. Спонсоры как-то особо на нас не обращают внимания. Но так обходимся своими силами. Участники рабочей группы оценили так же, как обстоят дела в районной детской школе искусств. Талантливые клетнянские малыши не раз становились лауреатами конкурсов и фестивалей различных уровней. Музыкой, хореографией и декоративно-прикладным творчеством здесь занимаются 420 детей. Что ты рисуешь? Расскажи нам. Собачку, мошадь, медведя и зайца. Давно занимаешься уже рисованием? Только в этом году. Нравится? Да. В ходе выездного заседания рабочая группа комитета по образованию, науке, культуре и СМИ также побывала в селе Лутна. Здесь объектами внимания стали дом культуры и местная школа, в которой обучается 86 детей. Кроме того, в учреждении расположена группа для детей дошкольного возраста. В рамках встречи директор школы поделилась с председателями думских комитетов Михаилом Петровским и Владимиром Вязовым проблемами, которые, к сожалению, пока решить не удалось. У нас закрылось структурное подразделение, школа деревни Алексеевка, и необходим подвоз детей. У нас существует подвоз детей из деревни Прыща, но это совсем другое направление, поэтому нам необходим второй автобус. Таким образом дети приезжают в школу в 8 утра, ровно за час до начала занятий. Пока одни ждут, автобус отправляется на второй круг, за другими. Аналогичная ситуация складывается и вечером. Участники рабочей группы Думского комитета заверили, что вопрос с транспортом обязательно будет решен. По итогам визита состоялся обмен мнениями. Было отмечено, что многие рекомендации Совета Думы в районе выполнены. Итоги работы группы по изучению социально-экономического развития Клетнянского района теперь обсудят на заседании Совета Думы. Кристина Пресхилова, Александр Егоров. События Клетнянский район.